как избавиться от панического страха потерять сознание на улице после подобного происшествия после к вида спасибо необходимо успокаивать нервную систему помогут препараты антидепрессанты или нейролептики если у человека паническая атака то это диагноз что человеку необходимо делать случае если у него появляется паническая атака первое не зацикливаться на себе и начинать переносить свой взгляд с объяснением что вы видите вокруг перед собой вот смотрите как только у человека появляется паническая атака он должен произносить я вижу перед собой стену на это стена там зеленая на ней изображены цветочки там и начинайте описывать все что вы видите смотрите когда человек когда у человека происходит паническая атака он концентрируется на внутренних состояниях которые возникают в его теле то есть это спазм это головокружение это адреналин там и так далее то есть в этот момент он его сознание она нацелена на происходящие изменения и анализ этих изменений которые происходят в теле ему необходимо в этот момент максимально отвлечься от своего тела это единственное что нужно и необходимо сделать вот мгновенно то есть первое что необходимо сделать начать себе произносить все что он видит как можно дальше от себя я вижу облака под ними я вижу елочки под елочками есть люди вот летит птица какая она там клювик такой лапки такие там я вижу перед собой то есть это очень важно второе начните очень быстро дышать животом обычно когда у человека происходит паническая атака то у него начинают напрягаться мышцы живота это достаточно давно замеченный такой факт для того чтобы убрать вот такое напряжение живота который человек как правило не контролирует он должен начать дышать очень сильно выпячивая живот и втягивая то есть второе что необходимо делать выпячивать и втягивать живот или дышать активно через живот выпячивая втягивать его вообще при любой панической атаки дыхание становится поверхностным для устранения панической атаки нужно делать дыхание глубоким случае если панические атаки появляются часто пришло время обратиться к психиатру возможно есть какие-то диссонансные расстройства и возможно это тревожное расстройство или это один из синдромов психических заболеваний возможно это какие-либо из проявлений видимо каких-то может быть может быть эндогенных заболеваний внутренних органов возможно это сердечные заболевания и так далее то есть вот если не помогает мои рекомендации не помогают мои рекомендации то время пришло обратиться к психиатру считаю что очень правильно в большинстве своем панические атаки могут быть следствием того что что у человека длительное время там бессонница недостаточные гормоны или высокие гормоны высокий кортизол может быть сахарный диабет гипофункция щитовидной железы может быть просто невроз хронический пережитое иммунное заболевание или там стрессовое состояние организма вирусная там перенесенное вирусное заболевание и так далее это все в дальнейшем может приводить к тому что появляются вот такие заболевания справиться очень часто человеку каким-то образом психически ну практически невозможно это гормоны мозга когда происходит паническая атака то в этот момент снижается дофамин и очень растет серотонин ну и это все гормоны мозга и ну вот как какие самые там простые способы лечения это использование лития если бессонница квитерона и там прикурсора дофамина трептофана то есть если уже там дополнительно чем-то лечить то принимать какие-либо нейролептики и так далее но этим должны заниматься профессионально обученные врачи